Мои дорогие ученики нашей школы, мы с вами видите, дальше изучаем наш организм, наше тело, и не забывая повторять прошлые уроки, я люблю, когда ученики вспоминают то, что было, не забываем о том, что у нас есть учебник, в котором я уже изложила наши уроки еще в 1916 году, когда в 2016 наговорила я вам 100-летнюю даму, и так в 2016 году эти уроки я начала складывать для вас, мои дорогие, и сегодняшний наш урок касается вопроса желчного пузыря, то, что, к сожалению, у многих составляет в жизни большую проблему, поэтому так и называется наш урок, как не иметь проблем с желчным пузырем, а знаете вы, наверное, что всегда и говорят про человека, какой желчный, когда желчь стоит, ребята, у нас нарушаются многие процессы, и желчь как главный антибиотик, вы слышите меня, в предыдущий урок мы с вами посвятили микрофлоре, которая у нас регулируется с помощью желчевыделения, а это рефлекс желчевыделения, лимфатический массаж головы, все расписано у нас с вами, и показано, и это качество самой желчи и ее достаточное количество, вот давайте с вами посмотрим, что же мешает главному антибиотику нашего тела, еще до всех других препаратов, трав мы с вами обязаны не допускать ежедневно застой желчи, давайте посмотрим, что же мешает, вот он удивительный желчный пузырь, вот такой вот удивительный пузырек, и сразу же на месте выхода желчного пузыря мы с вами видим лимфатический узел, который сразу в области шейки начинает нам сдавливать проток желчного пузыря, и если мы пойдем дальше с вами по общему желчному протоку, опять мы с вами видим лимфатические узлы, и если они лежат у нас на самом желчном протоке, значит они будут мешать выделяться желчи, давайте вот с этой позиции с вами посмотрим на общий желчный проток, в который продает проток желчного пузыря, и опять здесь как каскад лимфатических узлов, долгое время пришлось и изучать пациентов, которые пришли к удалению желчного пузыря, а я надеюсь ничего лишнего в нашем организме нет, и мы должны сохранить желчный пузырь, потому что у нас целые учебники и целые диссертации написаны по поводу постхолецистектомического синдрома, то есть начинается болезненное состояние организма после удаления желчного пузыря, наша задача максимально сохранить желчевыделение, не допуская образования камней, как только у нас начала затвердевать желчь, как только у нас здесь появились камушки, мы начинаем говорить о том, что идет воспалительный процесс на слизистой желудке, в поджелудочной железе, и мы говорим с вами, что увеличенные лимфатические узлы меняют выход желчи, поэтому всегда вы помните, работа с желчным пузырем, а у нас сегодня задача практически работать именно с желчным пузырем, не допуская застоя, посмотрите внимательно на это удивительное создание природы, которое называется, что в 12-перстную кишку у нас впадает общий желчный проток желчного пузыря, и от этого зависит у нас полноценная работа поджелудочной железы, значит, убирая застой желчи, мы с вами обязательно восстановим переваривающую способность ферментов желчного, и желчи, и поджелудочной железы ферментов, а самое главное, мы не уничтожим поджелудочную железу, панкреопатия, то есть состояние, когда поджелудочная железа не может выйти из поджелудочной железы в 12-перстную кишку, посмотрите, оно зависит от состояния желчного пузыря, и если мы с вами имеем проблему состояния желчного пузыря, опять, от чего мы имеем проблему, учебники все прописывают, посмотрите внимательно, давайте посмотрим, где он у нас находится, этот выход желчного протока и протока поджелудочной железы, вот качество нашей жизни и качество переваривания и определяется, насколько эти два протока взаимодействуют, а если мы находимся в стрессе и в спазме, то у нас застой желчи и застой сока поджелудочной железы, а дальше это желчекаменная болезнь, панкреатит и диабет, не допускайте этого, давайте учиться, желчным пузырем своим, чтобы не допустить каких-то проблем в нем, образование желчи более густой, затем образование камней, нарушение выхода сока поджелудочной железы, о чем мы вам проговорили, можно заниматься в любой обстановке, везде, используя все, что рядом окружающее есть, я сейчас вам об этом скажу, потому что мы с вами уже начинали диафрагмальное дыхание делать, и диафрагмальное дыхание позволяет нам убрать застой желчи, это так здорово, это в любой обстановке можно, а я говорю обязательно, лежа, стоя, сидя, все я вам показала, плюс у нас такие рядом дополнительные находятся приборы и наша окружающая среда, она просто позволяет выйти желчи из нашего организма, если мы ее используем, и так практическая часть, это вы используете любой стул, который находится на уровне выхода сока поджелудочной железы желчного пузыря, то есть это под правым ребром, два пальца выше пупка, два пальца от этих двух пальцев, вы становитесь к стульчику, наклоняетесь и начинаете медленно в крышку стула потихонечку погружаться, погружаться областью одниевого протока до первого болевого ощущения. Сделала, ничего не нашла, сейчас я это сделаю поглубже, то есть ваш стул, такой тренажер уникальный для выхода желчи, еще разочек, погружаюсь, ищу болевое ощущение, ну и правой, и с левой стороны это можно, первую боль остановились и дожидаетесь ухода боли, все это медленно и спокойно делаем. Удивительный эффект, я его называю эффект стулотерапии, желчь стала жидкой, говорит мне пациент, а вы мне, Ольга Ивановна, только про стул сказали. Я вам еще хочу сказать про удивительный метод устранения застоя желчи, я это называю швабротерапией. Посмотрите, у меня швабра. Откуда родился этот метод? Он родился, глядя на большие животы. Как еще можно достать, как мне говорят, да у меня же такой, Ольга Ивановна, большой живот, как я вообще достану до своего отгива протока. Так вот, лучше всего, когда вы палочкой упираетесь в какой-то момент для того, чтобы она не сдвинулась, наша швабра, и ставить ее на эту точку, два пальца над пупком, два пальца над этими двумя пальцами. И вот я что начинаю делать? Я начинаю внутрь себя заводить эту швабру. Вот она, швабротерапия. Первое болевое ощущение должно вас остановить. Всегда вспоминаю свою первую пациентку, одну из первых. Живот большой, достать не можем, лежа никак, областью уже локтя стараюсь это сделать. Ну и вот с помощью швабры она сидела, мы уперлись с вами в стеночку, сделали упор, и потихонечку начали вот здесь убирать болевые ощущения. Потому что это дает возможность расслабить проток. Никогда не лезем с вами на болевое ощущение, первое болевое ощущение. И с помощью вот этой методики она просто поднялась, потому что ко мне ее привели, у нее коленки не сгибались. Такие редко, конечно, бывают выводы. Но помним, стулотерапия, швабротерапия, все это юмор, конечно, но, к счастью, работающие у нас очень эффективно. Где угодно вы это можете сделать. Ну и, конечно, толкушка для пюре, это тоже удивительный у нас прибор, который позволяет отработать болевые точки живота, начиная с одиопротока, отрабатывая змейкой потихонечку и доходим до одиопротока, вот этого первое болевое ощущение, и стоять. Я могу облокотиться на стол, то есть сделать упор. И прорабатывая механику, мы можем с вами сказать, что к механике желательно нам добавить какой-то химический препарат, который позволит отработать застой желчи. Вот, исходя из своего 45-летнего опыта, я пришла и сама это делаю. Тампон, который мы применяем с вами, вагинальный, мы можем его применить в область пупка. Область пупка – это удивительная железа печёте, потому что медики говорят, есть она или нет. То есть мы с вами вот этот тампончик ставим непосредственно в пупок, акация, сирень, барнейская камфора, для того, чтобы закрепить этот тампончик, смачиваем его и просто на пластырь наводим. И, конечно, самое удивительное в устранении застой желчи – это удивительная пилюля Хуган. Вот такая вот пилюля, это она у нас показана. Порошок желчи, порошок желчи, господа, мы вводим потихонечку. При любых видах гепатита, именно при гепатите, мы можем применять, вот он такой, похож очень на прополюс, и эту пилюлю делим на части для применения. Стандартно это до еды, по одной трети, то есть мы её вот так вот потихонечку дробим на части, с помощью ножичка, и применяем одну треть, а для маленьких это одна двенадцатая часть, одна восьмая часть, то есть буквально на частичке раздробив эту травку вместе с желчью, мы можем её применять внутрь до еды. Обожаю это сделать в течение семи дней каждого месяца. Я так делаю с первого по седьмой день. И если мы принимаем внутрь, то усилить эффект мы можем с вами опять через пупок. Тоже шикарные результаты у пациентов, когда мы с вами этот кусочек желчи, но в пупок её можно применять целую, мы закрепляем пластырем в области пупка, и так можем ходить от семи до двадцати одного дня, в зависимости от проблем на слизистой желудочно-кишечного тракта. Ослабляя спазм двенадцатиперстной кишки, ослабляя проблемы, именно снимая спазм, убирая проблемы кишечника, мы добиваемся равномерного выхода желчи. И помним, руководит всё-таки рефлексом желчеводеления наша голова. Получайте результат!